Всех снова рад видеть на нашем канале Opta. На это сегодня я хотел показать вам очень прикольную штуку, как с помощью вашего браузера Mozilla сделать мультибраузер. Многие сейчас зададут вопрос, что это такое, зачем это надо. Это очень удобная штука. На любом компьютере, на любом ноутбуке, где вы можете установить браузер Mozilla, можно сделать так, чтобы с одного браузера Mozilla вы захотели в несколько аккаунтов. Сомесли, спросите меня вы, а я вам отвечу. Смотрите, например, у вас есть два аккаунта ВКонтакте, ну рабочий и свой. Вы можете прямо с одного браузера зайти в два аккаунта ВКонтакте. Если у вас есть аккаунт какой-то, я не знаю, на каком-то сайте, и чтобы зайти вам, ну, понятное дело, нужно один браузер, один аккаунт, второй браузер, второй аккаунт, то с помощью Mozilla и вот этой штуки, что я сейчас покажу, можете зайти хоть в один, хоть в два, хоть в три и больше аккаунтов с помощью одного браузера Mozilla. Это действительно очень полезная штука, особенно для людей, которые работают, например, на каких-то сайтах или просто для своей странички, для другой странички, для... Если у вас друг попросил, например, вы не помните пароль, там зашли в Facebook через Mozilla, и он хочет зайти в свой, вы добавляете вкладочку, и у вас свой Facebook остается на одном браузере, и друг заходит в другой Facebook на том же браузере. Очень удобная, полезная штука, подписывайтесь на канал, приятного просмотра, поехали! Для того, чтобы установить такой, то есть установить такое расширение, вам необходимо, естественно, скачать браузер Mozilla, что я уже сделал на свой компьютер, без разницы, это ноутбук, стационарный, главное, чтобы он был на винде, по крайней мере, я это пробовал на Windows. И установили мы этот браузер, заходим, и вот у нас главная вкладочка, это просто вкладка нашего браузера. Дальше, в поисковой строке, вот здесь или вот здесь, без разницы, пишем, установить мультибраузер Mozilla, разширение, поиск. После чего у нас самая первая вкладочка Firefox Multi Account Container, загрузите это, нажимаем на это, после чего ждем несколько секунд, зависит от скорости вашего интернета. И вот здесь у вас есть вкладочка установить, то есть у меня есть удалить, потому что он уже установленный, но у вас будет вкладка, если его нету, то добавить Firefox или установить Firefox. Нажимаем просто, и все, ждем несколько секунд, после чего у вас вот здесь в правом верхнем углу, там где закрыть, свернуть, вот здесь есть такие квадратики, ну то есть появятся, потому что это функция. И вот здесь контейнеры, личная работа, в общем все, покупки, вы можете их добавлять, потому что вот эти контейнеры как раз и есть, грубо говоря, разные браузеры. Вы можете зайти, например, в YouTube, вот смотрите, заходим в YouTube, через, допустим, контейнер, у нас это там личная или работа, вот личная, видите, единичка, то есть мы сюда сейчас заходим. После того, как YouTube открывается, мы здесь можем войти в один из браузеров, то есть в один из аккаунтов YouTube. Потом у вас, например, друг попросил зайти в свой аккаунт, теперь мы можем зайти, смотрите, нажимаем опять, нажимаем работа. После чего в работе у нас уже в YouTube будет опять возможность войти в другой аккаунт. И точно так это касается не только YouTube, но и любого стороннего сайта, например, Instagram или там Facebook. Смотрите, здесь даже можно сделать вкладки, то есть вы открываете один из контейнеров, например, работа, заходите в YouTube, входите в, например, свой аккаунт, ну, именно тот, что хотите войти, копируете эту ссылку и добавляете его в закладки. Например, панель закладок, допустим, вставить. Все, у вас вот это именно YouTube ваш, ну, естественно, можете имя подписать, именно ваш канал. Потом у вас друг попросил, вы добавляете или там не друг, а рабочий какой-то аккаунт. Вы просто нажимаете вот здесь, вы открываете второе, можете даже вот эти контейнеры просто-напросто их создавать. Вы их можете реально создавать и очень много. Нажимаете новый контейнер, можете придумать любое название, придумать цвет контейнера, поставить какой-то значок, нажимаете да, и после чего у вас вот он появляется. Открываете этот контейнер, опять входите, допустим, в любой в YouTube, в другой какой-то аккаунт или друг попросил. Опять копируете эту ссылку, вставляете сюда и, соответственно, у вас уже будет другой аккаунт в одном только браузере. Когда у вас, допустим, старый и очень плохо работающий ноутбук или ПК, который там нету памяти в нем, он не может открывать одновременно там кучу браузеров, то вы просто скачиваете один единственный браузер Mozilla, на него устанавливаете вот это расширение и, пожалуйста, у вас в одном браузере очень много разных браузеров. И причем это удобнее, чем переключаться между браузером, вы просто открываете любые контейнеры или просто-напросто добавляете вкладки, как я показал, и все. И работаете с помощью одного браузера. Кому это полезно было, интересно, оценивайте ролик лайком. Спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.